Несмотря на то, что козленок мекает, он в наркозе. Мусор тут вокруг. Это козлят, это вон шерсть с них. Мы их принесли в помещение, чтобы они не сильно не мерзли пока в наркозе. Козлята у нас месячные, поздноватое обезроживание, эти рожки уже лезут. Одна из причин, почему обезроживаем под наркозом, а вторая, конечно же, гуманные соображения, потому что все-таки это больно, а в бессознательном состоянии они не вспомнят ничего. Ну вон, у козел обезроженых был, через 5 минут встал и не помнит даже, что делали. Ага, побежал сиську искать. Когда в наркозе, можно сделать более аккуратно, лишнее не прижечь, например. Потому что когда они дергаются, когда они в сознании, можно что-нибудь там пережечь или сжечь криво. Вот, а тут аккуратненько. Так, вставай. Ваш инструмент. Голова предварительно забревается, ну собственно, типичный способ, в интернете полно описаний, как это все делается. У меня вот старые вот эти вот щипцы были, которые давно-давно уже не разжимались, ржавые. А я к ним просто, видите, так вот варварски приварил кусок трубы. Обточил эту трубу, чтоб край у него острый был по кругу. И готовый инструмент. Вы видели, горелкой греешь и прожигаешь кожу до черепушки. Снимаешь зону роста вот эту вот и все. Зону роста рога. Мы этой штукой даже телочку обезрожили. Да, да, наша телочка, наши козочки прошлогодние обезрожены этой же бандуриной. У теленка обезрожили и никаких рогов, ничего, ни кривой фигни, ничего не растет. И у козлят ничего не вылезло у наших, да? Да. Чем-то ты присыпаешь. Это тетрацилин. Это четырехкомпонентный порошок в составе антибиотики и ксерофор. Он подсушивает раму, быстрее заживет. А то, что мы их поздно так обезроживаем, ничего страшного? Ну, вообще, ничего в этом страшного не вижу. А какой идеальный возраст? Для тех, кто впервые смотрит такое дело. Вообще считается, что нужно удалять во двух-трехдневном возрасте. Но учитывая, какие они маленькие, слабенькие, хлипенькие, я, честно говоря, побаиваюсь. Вот, потому что козленок может после такой процедуры заболеть, учитывая, что все делают это без наркоза. Вот, получается, что это слишком нагрузка большая для молодого, неокрепшего организма. Вот, и это, мне кажется, рискованно, лучше в месяц даже сделать. Ну, может было бы раньше, потому что у нас времени не было. Можем было их две недели сделать. Вот, ну, в принципе, результат будет очень хороший. Неожиданно. Мы-то ждали первой, не тебя. С возвращением. Ой, пошла куда. Еще в себя не пришла такая поперлась. Куда идти, но главное идти, да? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты мой хороший, да. Видишь? Мне больно. Я ничего не помню, скажи. Что было? Такое вот пробуждение у них внезапное. Это вроде пахтит активнее. Должна была первая встать. А сейчас тоже резко встанет. Спустя почти сутки, как мы видим, все с нашими плешилами в порядке. Такие плешки смешные. Жрать требуют. Все с ними отлично. Да. 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 Должны приятное. Идет. Должны приятное встанет.